друзья приветствую вас в очередном видео и в этом видео я хочу вам рассказать о том как вообще я выбираю фрукты да и какие вот за годы сыроедения до за три года уже больше на данный момент какой опыт я накопила вообще какие практические вещи я наработал да как можно разобраться то есть вопрос состоит в том вообще как понять что конкретные фрукты или вообще продукты или зелень стоящие как отличить по возможности на химичное это или нет да вот и расскажу вообще покажу примерно как как я это делаю вот у меня в принципе это хорошо получается то есть уже по внешнему виду да ну по запаху ну в общем уже ближе к делу буду рассказывать то есть какие вообще главные критерии то есть понятное дело что есть определенные визуальные критерии да то есть здесь нам всем очень хорошо может помочь опыт до который мы допустим или имели сами выращивая какие-то овощи да если у кого-то там в детстве или сейчас есть какая-то дача какой-то огород там сад то в принципе смотря на продукты в магазине просто в уме сравнивайте эти продукты с теми что вы видели вот с продуктами которые произошли вот с вашего скажем так с ваших 6 соток да вот то есть понятное дело что в магазины продукты отбираются обычно более такие приятно выглядящие да на продажу вот но в целом то есть допустим я четко знаю что если продукт такой весь слишком на полированный и выглядит как пластмассовый то скорее всего он таковыми является да тут опять же наверное стоит заметить что часто сейчас покрывают таким определенным пищевым воском фрукты да для для перевозки чтобы они не портились ну и для хранения вот то есть сам воск понятное дело мне не нравится то есть я не сторонник этой идеи вот но опять же просто имейте это ввиду то есть может в принципе нормальный продукт да быть покрытый просто таким воском иметь какой-то лоск такой определенный вот и уже может глаз как бы отвести от себя вот если использовать этот крит этот критерий который я дал то есть что еще обычно очень радует когда в магазине можно увидеть на продуктах какие-то изъяны то есть какие-то там ну даже не побитости а вот именно когда например растет яблоко то есть яблоко в природе или где-то в саду она редко бывает таким идеальным то есть у него часто бывает там какие-то пупырышки бывают какие-то ну непонятные то есть типа родимых пятен в общем я думаю вы все в принципе в курсе о чем я говорю вот если вы видите такие вещи на продуктах вот это замечательно то есть это уже значит что продукт такой более-менее натуральный и в принципе в принципе это полезная вещь вот еще один критерий который в принципе находится здесь же если вы видите на продукте каких-то червячков жучков паучков и тому подобных созданий вот особенно живых то есть например периодически бывает когда я покупаю пучки укропа в магазине оттуда часто выползают божьи коровки или какие-то жучки то есть понимаешь что это это создание просто попало туда с пучком наверное где-то его там в холодильнике пока везли она как-то замерла немного впала в спячку до потом когда выложили в магазине она немного очнулась вот и начало ползать вот это тоже очень радует то есть о чем это говорит это говорит о том что на этом продукте нет пестицидов то есть если там смог смогло выжить насекомое то есть значит что продукт действительно чистый да то есть это это вот именно такие визуальные критерии вот а дальше как бы критерии визуальности но в принципе еще можно добавить туда запах вот но здесь вот именно чтобы отличать очень четко по запаху нужно иметь определенную такую базовую линию то есть нужно наработать базальную линию вот это нарабатывается только опытом если у вас есть с детства где-то опыт там в огороде как пахнет душистая клубника там хорошие помидоры хорошие огурцы вот просто это все вспоминайте или периодически себе напоминайте летом допустим где у кого есть возможность покупать там у бабушек где-то с грядки если сами выращиваете вот просто напоминайте освежайте вот этот стандарт запаха и в принципе потом купив вот там один или два экземпляра просто на пробу вы очень четко можете понять да вот рядом с запахом здесь же находится именно вкус самого продукта да то есть в принципе вкус нам скажет не только о том химичный продукт или нет вот но он также скажет о том насколько продукт богат питательными веществами то есть если не знаю в курсе вы были или нет но хочу вам сказать что вкус напрямую коррелируем калерю коррелируется с именно богатством питательными веществами то есть вкусным нам кажется именно то вот именно в плане фруктов и вообще живого питания именно то что очень богато богато питательными веществами то есть например можно допустим есть там стебель сельдерея например да и он покажется таким очень наполненным каким-то таким соленым каким-то ароматом и вкусом это просто значит что этот сельдерей очень качественно выращен на качественной почве то есть понятное дело питательные вещества, содержащиеся в растении, они напрямую взаимосвязаны с почвой, с качеством почвы, в которой они росли. То есть здесь можно заметить, что вот сейчас вот на Западе даже органические товары в принципе теряются вкус очень сильно, потому что сейчас органика, как говорится, вошла в моду. То есть вот эти все ужасные корпорации поняли, что на этом тоже можно деньги зарабатывать. Но понятное дело, что когда они растят, они просто выполняют минимальные требования, то есть там не идет речи о какой-то любви и желании вырастить какие-то замечательные продукты. Это просто поставить галочки, что вот мы удовлетворяем определенным требованиям и потом выложить на рынок как органические продукты. Плюс таких вещей это то, что там нет химикатов. Ну и так как они выращены органически, все-таки почва хоть немного, но не так высушена в плане отсутствия питательных веществ. Поэтому все равно заметнее, такие продукты вкуснее. Вот именно по вкусу. Но изредка и периодически попадаются все-таки вот какие-то фрукты, которые просто ты понимаешь, что они выращены на правильной земле, то есть все как надо. Вот то есть там допустим дыни, апельсины какие-то, то есть и вот именно наработав правильно свой вкус, да, и как бы имея определенный стандарт вкуса, такие продукты очень можно четко отличать. То есть понятное дело, если вы конечно там не имеете, не знаю, какое-то ясновидение или ясновкусие, да, то есть когда вы можете ощутить вкус чего-то, даже не попробовав, вот, то придется как минимум раз пробовать, да, но в принципе это не беда, ничего страшного, можно всегда купить один раз. Вот, а теперь давайте еще поговорим чуть-чуть подробнее о вкусе. То есть что важно для вкуса? Почему, допустим, обычный человек, ему будет очень трудно? То есть если он будет прислушиваться, да, к своему вкусу, он в принципе заметит. Вот, ему будет трудно, потому что вкус у него будет забит намного более сильной амплитудой других продуктов, например, там каких-то соленостей, каких-то сладостей, да, то есть сложно будет, например, яблоку соревноваться там с каким-то куском чизки, да, или торта, да, у которого именно амплитуда по вкусу намного более сильная. Вот, но убрав вот эти продукты, то есть особенно соль, особенно уксус, вот эти вот мощные стимуляторы вкусовых рецепторов. Вот человек просто занизит свою базовую линию, очистит ее, вот, и потом сможет уже отличать вот именно даже маленькие колебания, вот, в плане продуктов. То есть я, в принципе, сейчас довольно легко могу просто даже по запаху продукта, да, и по его вкусу сказать, ну, органический это продукт или нет, с довольно высокой точностью. То есть, понятное дело, есть вариации. Как я уже сказал, бывает органический продукт, он будет выращен, ну, не очень качественная земля, то есть он будет такой не очень вкусный, помидоры будут просто, ну, ощущаться, как какие-то губки с водой, да, то есть там будет меньше вот этого помидорного красного вкуса, вот, и цвета. Вот, а так, в принципе, сказать очень легко, то есть более-менее качественный органический продукт. Я в свое время, вот, за годы, то есть даже не сыроедение, я начал этим заниматься, там, еще когда был вегетарианцем, в принципе, уже на такую более-менее чистую, чистую, чистые источники питания подсел. И я много людей в свое время просто подсаживал, допустим, органические продукты определенного типа. То есть я уже ходил в магазин, выбирал и знал, допустим, что вот сейчас вот идут апельсины, апельсины, и эти апельсины просто, ну, потрясающего вкуса, хотя они, допустим, по сравнению с обычными стоили в два раза дороже, но если ешь обычные, то есть я просто даже покупал для сравнения, то есть их просто, когда съедаешь органически, обычно уже есть не хотелось, то есть это, это, ну, не знаю даже какое-то сравнение, то есть просто ощущение, что это апельсины с другой планеты, в общем, и ничего другого уже не хочешь. Вот, и в свое время также подсаживал много людей, которые, в принципе, даже о здоровом питании не задумывались, но они четко чувствовали, что эти апельсины вкуснее, и, понятное дело, что, что стоит, стоит есть их, а не какие-то другие. Вот, и в этом, наверное, состоит главный такой посыл, то есть имея, имея вот именно тонкие чистые рецепторы вкуса, они станут для вас таким определенным ведущим, вот именно в плане определения качества продуктов. Вот, и еще есть такой определенный критерий, который я использую, но этот критерий работает уже только, как говорится, после факта употребления. Вот, именно здесь говорится о химии, о том, химичный продукт или нет, то есть если, если начинает болеть голова, или вот у меня часто, то есть у меня два таких стандартных симптома, по которым я знаю, что что-то в продукте было не то. То есть головная боль, да, ну, просто такое ощущение ноющего в голове, то есть у меня его вообще никогда не бывает, то есть у меня голова всегда кристально чистая, вот как в какой-то рекламе, там, не знаю, блестит вот на стекле, там, искрится свет, вот ощущение в голове всегда такое, все идеально чисто, прозрачно, нигде вообще никогда ничего не стреляет, все тихо и спокойно. Вот, если начинает что-то но еще я сразу знаю, что это сто процентов что-то, что я съел, вот и обычно можно, в принципе, повторить, да, как эксперимент и, ну, если есть желание, то есть я первое время даже несколько раз так делал, потом я уже понял, что каждый раз я могу очень четко найти и вообще понять, что это было, да, сейчас я уже даже не трачу время на это, я просто, то есть поняв, что это было, скорее всего, я просто не покупаю больше это, да, или не покупаю в том месте или еще что-то, вот, то есть второй симптом это вот здесь вот першение в горле, то есть симптом похож на симптом ангины, то есть сразу чувствуется, что вот эти вот лимфоузлы в горле, да, вот, по-моему, гланды даже есть тоже ток туда, то есть они начинают от чего-то избавляться, то есть я в каком-то из своих видео уже упоминал, что наше тело так устроено, что вообще разные токсины, разные типы токсинов выводятся по-разному, да, ну, просто так тело работает, так работает биохимия, какие-то вещи легче там выводить, там, через подмышки какие-то вещи, просто через кожу какие-то вещи, вот, как оказывается, через горло, да, какие-то вещи, там, через другие места, там, через мочу и так далее, вот, но вот каким-то образом Оказывается так, что вот всякие такие яды, связанные вот именно с едой, да, присутствующей на еде, почему-то у меня очень часто, по крайней мере, у меня именно выходит через горло. То есть в свое время я так очень четко прочувствовал тот факт, что вот кэшью, да, я там в начале сыроедения тоже баловался, пока не узнал, что кэшью это оказывается вообще не сыроедческий продукт никогда. То есть его всегда прокаливают на таких железных щитах, вот это даже не орех, это семечко, да, определенного дерева, такого довольно ядовитого, вот чтобы сбросить ядовитые оболочки, его прокаливают. Вот, и я очень четко прочувствовал, то есть когда сначала я ел, то есть заходил в такую сыроедческую кафешку в свое время, да, это было давно, вот, и то есть поев что-то там, я понимал, что у меня как-то побаливает горло странно, да, ну хотя они просто божились и клялись, что у них все продукты сырые, я не мог понять, вот, и как бы уже пройдясь по, ну вообще по списку их ингредиентов, я вот понял, что суть была как раз с кэшью. Вот, и потом я провел эксперимент, то есть я именно серьезно так, ну загрузился кэшью в один вечер, вот, и не поверите, потом я просто проснулся от того, что я не мог ни дышать, ни глотать, то есть у меня настолько мощно опухло горло, то есть ощущение было, у меня ни разу в жизни не было такой ангины, вот, как, как не дало кэшью, да, то есть мне даже пришлось просто сидя в середине ночи, то есть я сел возле кровати на пол и делал, я не знаю, как точно по-русски называется, но вот это поза, по-моему, ручащего льва или еще что-то, когда в йоге, в общем, вытаскивается язык, да, и, то есть вот так вот выпучиваются глаза, то есть как-то хоть немного пытался расслабить горло, да, то есть и, ну, помогло, но, к счастью, это все там через часа 3-4, как говорится, плавно сошло на нет, то есть это явно говорит о том, что просто организм мощно выводил токсины, вот, и потом, как только он это сделал, все успокаивается, вот, так что, ну, вот такие вот, наверное, критерии, то есть главный совет это пытаться наладить свою базовую линию, то есть прекратить употреблять продукты типа каких-то соленостей, да, как можно меньше, да, свести на нет плавно или резко, вот, как у кого получится, да, и, то есть избавиться от сладостей, то есть именно убрать вот эти мощные колебания, то есть убрать всякие вот эти хотелки, да, и потом, когда вы несколько месяцев, там, полгода, год уже прочувствуете вот хорошо свои вкусовые рецепторы, то есть познакомитесь с ними, да, вот именно такими натуральными, какими они есть, да, на самом деле, вот потом станет намного легче вот именно, как бы чувствовать настоящие продукты, как бы определять их качество, да, по запаху, и, то есть я прямо сейчас не стесняюсь, я беру, могу понюхать, то есть продукт, который качественен, да, который хорошо выращен, он будет источать определенный запах, то есть этот запах можно, в принципе, очень хорошо почувствовать от цитрусовых, там, арбузы, дыни тоже пахнут довольно хорошо, то есть помидоры пахнут хорошие, вот, то есть зелень, зелень тоже должна пахнуть, то есть укроп очень сильно будет пахнуть, например, вот, как я уже упоминал в одном из видео, я укроповый наркоман, так что укроп пахнет, вот, так что, друзья, надеюсь, это видео вам поможет, меня несколько раз уже в комментариях спрашивали, вот, и даю свои наработки, то есть как я вообще это делаю, то есть у меня вот примерно такая система, вот, я чисто полагаю сейчас вот на свои навыки, интуицию, вот именно свои чувства и ощущения, вот, заметьте, что мы не вели речи о том, как выбирать спелые фрукты и вообще, как, как вот именно выбирать вкусные, то есть это отдельная тема, здесь мы поговорили просто о том, как оценить химичность, нехимичность продукта и как оценить его наполненность питательными веществами, то есть вот эти темы, которые мы здесь затронули, вот, если будет интересно другое, напишите, ну, или по возможности я просто сделаю это видео другое, поговорим об этом, так что спасибо за внимание, до скорых встреч, увидимся в следующих видео.